Девушки отдыхают 14 декабря в Москве проходила церемония подписания второго плана содействия развитию коренных младшиственных народов Севера Сахалина. Церемония проходила в отеле «Националь». Одно из красивейших отелей столицы – это известный архитектурный и исторический памятник. Девушки отдыхают для сохранения потенциала малочисленных народов Севера. Деньги вкладываются не только в сферу культуры или в сферу, связанную с гуманитарным направлением, но и в улучшение материальной базы медицины, в улучшение материальной базы школ. Это поддержка студентов, это поддержка родовых общин, это поддержка национальных промыслов. Сам план, у него основная функция все-таки объединять взаимное сотрудничество в рамках трехстороннего соглашения. Это работают и правительства Сахалинской области, и региональные советы полномочных, и компания. И когда они работают, они приходят к общему мнению, можно сказать, к общему знаменателю. Здравствуйте, здравствуйте. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда промышленная компания приходит в регион, она должна, по крайней мере, не навредить региону, не навредить этим людям, которые там работают. Лучше всего, конечно, если они в том числе и занимаются их поддержкой, их развитием. Вот мы как раз такой принцип исповедуем. Не только не навредить, но в том числе еще и помочь в развитии. А это в свою очередь и позволяет компании развиваться, когда есть поддержка от местного населения. Вообще народов севера более трех тысяч у нас в области. План содействия поднял, можно сказать, самосознание и значимость. Каждого человека. КОНЕЦ Народы, в частности сахалинские, я это слышала сама много раз, говорят, верните нам наше достояние. Они требуют это от ученых. В чем это выражается? В том, что нужны публикации, в том, чтобы эти труды не просто где-то продолжали лежать и гнить подчас просто. И вот этому способствует, конечно же, вот такой план содействия. Ваша работа, она абсолютно отличается от всех других. Это тем, что она очень открыта. Она открыта для того, чтобы ее можно было дуприктировать, ее можно было поправлять, можно было бы вносить какие-то предложения. И в этом плане она на самом деле отличается от всех других соглашений. Сегодня в Сахалине проживает чуть менее 4 тысяч представителей коренных малочисленных народов севера. Как живет коренное население острова, об этом расскажут уникальные фотографии, сделанные известным сахалинским фотографом Владиславом Титовым. Фотоальбом «Сахалин. Обитаемый остров» выпущен специально к церемонии подписания второго плана содействия. Продолжение следует...